Добрый вечер, друзья. Мы начинаем очередную программу «Револьвер». Сегодня у нас в гостях Пётр Гончаров. Это специалист по Афганистану. В годы, когда наши войска находятся в Афганистане, он был советником, работал в советическом аппарате Афганистана, помогал афганским друзьям решать тельные вопросы. Вы знаете, что 15 февраля мы все отметили 25 лет вывода советских войск из Афганистана. И цель нашей передачи, в общем-то, в эти дни много раздавала своих личных оценок, в том числе, надо ли вообще оценивать правильно, неправильно вы ввели, может и не надо. Но я думаю, Пётр со мной согласится, надо это оценить, потому что, чтобы впредь не делать ошибок, в конце концов, наши войска, АМИ-201 дивизию, находятся тоже недалеко от афганской границы сейчас. У нас с вами безвизовой режим с Таджикистаном, который имеет 1442 километра границы с Афганистаном, практически неохраняемые. И, в общем-то, ситуация, как будет там развиваться, будет зависеть на значительной степени на нашу национальную безопасность. Поэтому выводы надо делать, а для того, чтобы сделать выводы, нужно оценивать ситуацию, при которой возникла необходимость ввода советских войск, и что это за собой повлекло. Пётр. Ну, что я хочу сказать, Семён, вот в отношении... Я извиняюсь, Пётр, я просто забыл сказать нашим радиослушателям, что мы ждём их звонков. Код города 495, а телефон 6510-99,6, 495-6510-99,6. Извини, Пётр. Да, что я хочу сказать, Семён, в отношении дня вывода, так называемого дня вывода советских войск из Афганистана, сегодня эта дата воспринимается как то ли праздник, то ли день, который необходимо отмечать. И это было 25 лет, и в связи с 25-летием, значит, учреждена такая государственная награда 25 лет вывода войск из Афганистана. Я хочу напомнить, что вот этот вот день, когда создавался союз ветеранов Афганистана, мы его назвали как бы день памяти. И Петерим, который это митрополит Волголамский, вот, он сказал, что, понимаете, в чём дело, он, в принципе, согласен с этим, что это действительно необходимо отмечать как день памяти, вот, в честь, или в память тех 15 тысяч советских ребят, оставленных в Афганистане. Но 15 февраля это ещё и такой светлый праздник в православной церкви, день средний. Поэтому так согласились с тем, что оставить как день вывода. Но в первую очередь под этим подразумевают как день памяти. Сегодня как-то, в общем-то, забывают, что это день памяти, и стараются обходить стороной вот эту вот проблему, то, что вот этот вот ввод, наше военное присутствие, нам обошлось в 15 тысяч погибших в Афганистане. Вот, что же касается по поводу того, была ли необходимость, здесь я с тобой согласен, что да, была необходимость. И я так полагаю, что, ты же прекрасно знаешь, что начальник генерального штаба, заместитель начальника, первый зам генерального штаба, начальник генерального штаба Агаркова, его первый зам Ахрамеев, в то время были категорически против ввода. И, на мой взгляд, у нашего руководства, как у военного, так и у партийного руководства, в общем-то, мы не могли ответить на один всего лишь вопрос. Хорошо, вот если не будем вводить, то что делать дальше? Скорее всего, все исходили из того, если не вводить, то необходимо уходить вообще из Афганистана. Поскольку, вот особенно события, мартовские события в Герате прекрасно показали, когда сначала там взбунтовалась улица в Герате, затем на сторону вот этих бунтовщиков перешла целая дивизия, вот, ну, не полностью, а какие-то ее части, это обошлось, в общем-то, были потери со стороны советских военных советников и так далее. И стало ясно, что и ситуация в стране ухудшалась, не улучшалась, а ухудшалась. А еще необходимо было принимать во внимание, что еще в январе 79-го года режиму на то время, скажем так, как они его называли, коммунистическому режиму Тараки Амина, был объявлен джихад. Вот, и ситуация ухудшалась, и было понятно, что армия и полиция афганские не в состоянии обеспечить безопасность нашим советским советникам в Афганистане. А их, слава богу, было около пяти тысяч. Только в армии было около двух тысяч советских советников, военных советников. И мы уже спустились, что уже на уровне батальона были наши советники. Вот так вот уйти и оставить страну, где ситуация с каждым днем ухудшается, и в которую мы вложили огромные деньги. Мы там уже на тот момент построили более старых личных предприятий. На нас держалась экономика и так далее, и все такое прочее. И мы не были уверены в том, что если мы уйдем, то в Афганистане начнется полномасштабная гражданская война. Вот это вот, очевидно, и побудило нас к тому, чтобы ввести свои войска. Другое дело, насколько это было оправдано и было ли ошибкой, вот на сегодняшний день, вообще-то, скажем так, есть три возможных варианта политической оценки нашего военного присутствия в Афганистане. Первый – оккупация, второе – миротворческая миссия и третий – интернациональный долг. Что касается третьего интернационального долга, он вообще сегодня звучит смешно. Понимаешь, наши были интересы. Нужно, если будем мы давать свою оценку, да, мы оставили наши национальные интересы в этой стране, и мы имели на это право, принимая во внимание, сколько мы туда вложили. Поэтому сегодня говорить про какой-то интернациональный долг, я полагаю так, что особенно если спрашивают у тех семей, которые там оставили, потеряли своих родных, близких и так далее, то тебя обругают, и хорошо, если еще и не побьют. Вот что касается миротворческой миссии, то, как правило, миротворческая миссия заключается в том, чтобы разъединить противоборствующие стороны. Мы же пришли, мы, собственно говоря, не то, что не разъединили, мы стали полностью на сторону, на одну сторону, то есть на сторону созданного нами же правительства во браке Кармаля. И третья оккупация. Окупации, конечно, не было формально. Самый первый президент Демократической Республики Афганистан Нур-Мухаммад Тараки, он неоднократно, даже как почитали чуть ли не 14 раз, обращался к нашему руководству, к руководству Советского Союза, я имею в виду, с просьбой ввести туда войска. Понимали, что ситуация в Афганистане, в общем-то, ухудшается и что афганская армия, в первую очередь, не в состоянии справиться с теми мучахедами, которые ей противостояли. И потом, когда уже во главе республики стал Амин, ликвидировавший, физически уничтоживший Нур-Мухаммада Тараки, якобы и Амин обращался с просьбой к нашему руководству все-таки ввести войска. Вот поэтому формально у нас это оправдывает. Но, тем не менее, я считаю так, это лично мое мнение, что все-таки оккупация была. Окупация это 25, 26, 27 и 28 декабря, когда мы, не получив согласия официального со стороны Амина, со стороны правительства, вошли в Афганистан 25 декабря. И 28 декабря, уже после того, как мы провели штурм Амина, после того, как сам Амин был физически ликвидирован, 28 декабря мы уже так передали власть вновь новому руководству. Вот теперь уже большей частью Парчамовскому и той фракции партии Хальк, которая поддерживала Нур-Мухаммада Тараки. Вот. И на этом, собственно говоря, наша оккупация и кончилась. А дальше началось наше военное присутствие. Петр, наверное, тут надо сказать, что для нас тогда Афганистан не был столь удален, как сейчас. Это сейчас 4 часа, если не чтобы войти. Лед от Кабула до Москвы и, соответственно, от Москвы до Кабула. А тогда было 2,5 тысяч килограммовая граница на Средней Азии. У нас при оценке ситуации военно-политической зачастую оценят только ситуацию внутри Афганистана и не берут никаким образом в расчет, что у нас ситуация в Центральной Азии не такая была спокойная, как нам хотелось. Беусловно. Еще в 60-70-х годах в ряде мест Центральной Азии, части Ферганской, Дене, как Узбекской, так Таджинской, Киргизской части, уже появлялись радикальные группировки исламистские, которые работали в глубоком подполе. Каким-то образом попадала литература, значит, туда радикального характера. Сейчас такая худаяда Аль-Гарабах, послание на чужбине, где говорилось, что так как якобы мусульмане в Советском Союзе преследуются, то вот это послание на чужбине этим людям. Наконец, не надо забывать, что, собственно, у нас-то выбора-то не было, развести, как развести две стороны. С одной стороны были прорасоветские группировки, как бы они между собой не враждовали парчам, халик, внутренней ДПА. А с другой стороны были исламистские группировки, которые, в общем-то, появились в середине 60-х годов. Они уже в 73-м году была так называемая организация мусульманская молодежь, которой возговорял Гульбедин Хикматьяр, впоследствии лидер Исламской партии Афганистана, и Бархаудин Рабани, лидер Исламского общества Афганистана. И, собственно, уже в эти годы поднималось восстание, однако удавалось подавить это восстание. Поэтому ситуация была достаточно такая напряженная, или мы сдаем полностью наших там союзников, при всем негативных их оценке, и к власти приходит руководство радикальных группировок, ориентированных на США и на Пакистан, и активизирует резко работу против Советского Союза, против Советской Средней Азии. А надо признать, что Афганистан был основным базовым районом, где располагались, страной, на территории которой располагались в свое время басмачевские формирования, с которым более 20 лет приходилось воевать. Поэтому ситуация, в общем-то, была достаточно понятная, и нам надо было принимать соответствующее решение. При этом я хотел бы напомнить, что в феврале 1979 года в Иране прошла исламская революция, которая имела серьезные последствия для всего исламского мира, и не только для шиитского мира. У нас в Средней Азии, как и в основном в Советском Союзе, всегда были сунниты, но при всем том. И мы не могли это игнорировать. Тем более, что противоборство США, СССР, кто кого-то, кстати. Мы сталкивались с ними в Африке, Латинской Америке, а тут уж у нас под боком, чтобы американцы не использовали это, это было более чем нереально. Поэтому вот в этих условиях, собственно, принималось решение. Почему у нас зачастую такое неверное понимание о принимаемом решении? Ну, все вспоминают, что у нас по либеру были старые люди некие и так далее. Но все забывают, что у нас был мощный комитет государственной безопасности, главный разведок, например, генерального штаба. И эти структуры имели более чем информацию, потому что, ты правильно говоришь, 5000 советников, их почти все писали, так сказать, по соответствующей линии, так сказать, и доходило, да. Был анализ ситуации, то есть информизма большая. И Политбюро, надо прямо сказать, не принимало решение по принципу «хочу-не хочу», а принимало решение на основании каких-то записок. Да, были разные точки зрения, но то есть это было обоснованно. Я, кстати, хотел бы напомнить, что мы, когда говорим о штурме Дворца Амина, мы забываем еще один батальон, который был сформирован. Так называемый мусульманский батальон, это было подразделение главного разведного управления генерального штаба. И что этот батальон проходил за несколько месяцев до принятия отрешения, потому что у них говорят, вот с брелоди дам в голову, и они раз вперед. Он почти за полгода, если не ошибает мне память, проходил обучение на базе Ферганской воздушно-садной дивизии. Туда подбирали людей, скажем так, с лицами похожими на афганцев, аборигенов и схожим. И они проходили обучение, и задача этого мусульманского батальона была сдержать внешнего кольца вокруг Дворца, чтобы отбить, если верные Амина части пойдут на деблокацию. Поэтому это говорит о том, что на самом деле заранее это готовилось, заранее было понимание того, что исходит оттуда. И самое главное, когда мы будем сейчас обсуждать, мы должны понять, что задача-то была выполнена. Мы говорим, как не выполнена. После нас на Джабула пролежался три года. Если не предательство Горбачева и Ельцина, который отказал, дружественно нашему режиму, я сейчас заканчиваю, боеприпасы, в ГСМ. Я помню, будучи офицером штаба Турхо, я приезжал в 108-ю терминскую дивизию, и с Хайратона приезжали офицеры афганской армии. Говорят, слушайте, ну дайте хоть немножко топлива, у нас танки не ходят. Ну как же, как же. Помню, ко мне в дивизии был такой полковник Антонин. Говорят, слушай, ну ты там скажи, что там будут решать? Вы же видите, что творится в стране. Вот мы сами этому поспособствовали. Если бы мы помогали дальше, то поймите, сейчас бы была совсем другая ситуация. Я хочу что добавить, Семен. Ну, я постоянно, в общем-то, нахожусь на связи с афганскими экспертами, с афганскими политологами, генералами некоторыми. У меня очень много знакомых. Так, и вот в качестве примера, один афганец, который до самого последнего дня, до тех пор, пока последний советский солдат, как он говорит, не вышел из Афганистана, у него был автомат, и он сражался против военного присутствия советских. Петр, я единственное напомню, слушаем наш телефон, да, у нас код города Москва 495, я все время забываю, сам телефон 6510-99-6, 6510-99-6. Вот, и как он оценивает, это Мучахет, Мучахет спросил, как он оценивает наш вывод и наше присутствие. Он сказал, что это была большая ошибка, большая глупость, то, что мы туда вошли. Но еще большей глупостью стало то, как мы оттуда ушли. И первое, мы не оставили после себя коалиционного правительства, мы начали, но не довели до логического конца процесс национального примирения, и мы, самое главное, мы не добились гарантии со стороны международного сообщества, чтобы оно оказывало поддержку вот той власти, которую мы оставили после себя. Ну, собственно, то, что сейчас делают американцы. Точно. Они, во-первых, кроме всего прочего, оставляют там с собой две-три базы, сейчас там торгуются, да, хорошо оборудованы. И там речь идет о девяти базах. Да, даже о девяти базах. Да, о девяти базах, сами афганцы уже просят и десятую базу в Бамьяне. Да, ну вот, ну слушай, такой уход, да, своеобразный. Конечно. Оставляют свое влияние там, одновременно ведут переговоры с Талибан, одновременно спорят с Корзаем, то есть они, как бы, свои интересы четко, значит, Семен, что касается Хамида Корзая, нынешнего президента Афганистана, он не был бы афганским президентом, если бы он не был бы большим мастером политической интриги. И, собственно говоря, я считаю, вот это вот его нежелание подписывать, вот это вот соглашение по безопасности, соглашение... После решения Лоя Джирги, он сначала говорит, пусть они решат. Да, после решения, что самое главное, он прекрасно знал вердикт Лоя Джирги, загодя знал, поскольку председателем Лоя Джирги он назвал Сабгату Ламуджидиди. Сабгату Ламуджиди, как бы его... Андрей, слушай, ваш вопрос. Ну, вопросов, как бы, нет, я просто хотел озвучить, что последнее время, как бы, со времен Горбачева, мы только и наблюдаем, что мы, как бы, те братские, как бы, народы и республики, которые у нас были, мы их только, грубо говоря, оставляем там, можно сказать, предаем, да, в какой-то степени. И придаем свои собственные интересы. И то же самое сейчас вот оно и на Украине, в том числе, происходит, как и в Афганистане. Все время мы ушли, мы сейчас начинаем с Украины выходить, то же самое. Андрей, я с вами абсолютно согласен. Значит, российская... Мы все равно не забываем, что, в общем, мы наследники не просто Советского Союза, но мы наследники Великой Российской империи. Великая Российская империя всегда расширялась. Была идеология, идеология византизма, которая в известный период, о котором мы сейчас с Петром говорим, она была замаскирована по такой идеологии коммунизма, но на самом деле она присутствовала. То есть мы великое государство, и мы должны везде присутствовать. Со времен Горбачева мы, к сожалению, да, это и есть элемент. Но что касается Украины, то вам честно скажу, вот тут отступать-то нам некуда. Следующие-то мы, и такой же сценарий будет разогнат по нам, и он уже готовится. И мы не можем Украину сдать, потому что что такое Украину сдать? Мы что, сдадим Крым, Донецк, Харьков? Там же русские люди. Как бы в этническом плане там не были, я не знаю, да? Но психологически это русские люди, а это они ориентированы на нас. Мы же видим, чтобы изобрать, что происходит ночью. Мы вот сейчас с Петром говорили, это связано с тем, что мы сейчас говорим. Мы говорим, мы не будем вмешиваться в украинские дела. Слушайте, а может мы свои собственные дела тоже не будем вмешиваться? Вы смотрите, что творит Запад. Давайте вещи, я чуть-чуть, Петр, скажу одно слово. Значит, после распада Великого Советского Союза, образовалось подсоветское пространство, которое сейчас пожирает наши геополитические противники. И вот то восточное партнерство, которое было выработано на Западе, там, года четыре назад, оно, собственно, предполагало переварить Белоруссию, Украину, Молдавию и государство Южного Кавказа, за Кавказией, да? Они готовились к этому, следующий этап, это ассоциированный член, да, в этом слове. Что они получили сейчас, значит, в Вильнюсе? Они получили, значит, такую укороченную Молдавию без Приднестровья, укороченную Грузию без Южной Осетии и Абхазии. И, конечно, они хотят проглотить самый лакомый кусок, большую, огромную, в общем-то, страну, как Украина, 46 миллионов человек. А следующее, следующее, все сделано для распада Российской Федерации и поглощения остатка вот этих составляющих части субъектов Федерации. И будут действовать по такой же схеме. Радикалы всех мастей, от левых радикалов типа Удальцова и псевдонационалиста Навального до радикальных религиозных группировок, в том числе исламистского характера. Вы видите, что сейчас происходит в Киеве? Это радикалы всех мастей. Там даже флаг оппозиции сирийской развивается. Слушайте, значит, мы не должны сдать Украину. Сдавая Украину, мы сдадим Россию. Мы должны сделать все, чтобы помочь украинскому народу. И если завтра население Юга, Крым, Донецкая, Харьковская область и так далее, обратятся к нам за какой-то помощью, какая бы помощь это ни была, гуманитарная, моральная, военная, мы будем обязаны оказать всю эту помощь, ее не сдать. И руководство страны будет обязанное это сделать. Отступать-то некуда. Это вот вы сейчас, как сказать, на украинскую тему болезненно. Мы видим, что сейчас продолжается в Киеве, сейчас последнее сообщение, снайперы работают с, извините, захватили, значит, почту и телеграфию из крыш, работают снайперы, слушайте, расстреливают. Вот вы посмотрите, на каком языке говорят беркутовцы. Они говорят, это русские люди. Не зависит от фамилии. И их там нынешнее руководство тоже своей нерешительностью сдает. И хватит это, знаете, мы будем мешать, мы обязаны, народ России должен это потребовать. Это братский народ, это не просто братский народ, это такой же народ, как и мы. Я извиняюсь за мошенничественную национальность, Петр, извини, мы отошли немного. Вот, что, возвращаясь к адресской теме, тем более в контексте того, что сейчас происходит на Украине, что я хочу сказать. Вот помнишь ли, на каком-то вот, на последней нашей встрече по поводу 25-летней вывода из Афганистана, по-моему, Франц Клинцеви заметил о том, что Союз ветеранов Афганистана вышел с кадатвистом к правительству или к парламенту, с тем, чтобы дать оценку нашего военного. Петр, я тебя перебью. Будучи депутатом Государственной Думы, я был автором заявления по Афганистану. 30 лет это заявление не принималось. В Думе лежали, я уже не помню, 37 или 53 от субъектов федерации с просьбой пересмотреть политическую ситуацию. Значит, я, в результате, и Франция это знает, в результате титанических усилий, компромиссов и интриг все-таки приняты заявления. Это заявление, кстати, выложено в интернете. Оно там выложено, это есть имя, да? Впервые с трибуны Государственной Думы было бы заявлено, что ввод был правильным. То есть это есть оценка. Другое, что надо идти дальше. И вообще надо сказать, что все операции, все военные, как бы не присутствуют, в Советском Союзе, в России, от Корейской войны, то есть после Великой Отечественной войны, до войны в Таджикистане, войны на Кавказе, нельзя говорить, что они неправильные, оплевывать их по одной простой причине. А завтра, когда возникнет необходимость принятия армии, любой офицер, любой солдат скажет, а что я буду выполнять это? А вдруг она окажется неправильным? Вот это стратегическая ошибка всех, кто пытается это замолчать. Вот, Симон, что я хочу сказать. Если будет даваться вот эта самая оценка нашего военного присутствия, не нужно стесняться сказать, что мы ввели, мы защищали, мы исходили прежде всего из своих национальных интересов. Мне лично безразличные интересы афганского народа, это наши интересы. И все, мы оставим это в стороне, и дальше это вот миротворческая миссия, оккупация, не оккупация, они сами по себе отпадут. Вот если мы скажем откровенно и честно, да, мы преследовали свои национальные интересы, да, мы могли потерять гораздо больше, чем, ну, не хочется говорить про это, 15 тысяч и так далее. А слушайте, а сколько мы сейчас теряем? У нас сейчас в прессе постоянно звучит цифра, что оказывается в результате наркотрафика из Афганистана у нас год умирает 100 тысяч человек. Это не потери? Это потери. Это не потери, это молодое поколение вырубается. Я согласен, но что касается наркотрафика, я полагаю так, что нам не следует все дело, всю вот эту вот проблему сбрасывать на натовцев, на Соединенные Штаты и так далее. Да это наша проблема. Это отсутствие порядочной охраны границ Афгана-Таджикской. Ты помнишь, когда события были в 12-м году, да, в городном Бадахшане? Выяснилась странная ситуация, что оказывается замначальника штаба Ишкашимского погранотряда этого достаточно направленного наркоопасного. Был никто иной, как брат Леши Горбуна, известный наркодилер, ныне покойный. Слушай, ну это даже не просто плохо охраняется, это, ну, козла в огород по-русски называется. Я тебе привожу просто-напросто один пример. В Китае полтора миллиарда населения, полтора миллиарда населения, они от Афганистана получают всего лишь 6 тонн героина. У нас 140... Гранича с Афганистаном? Да, да, да. И нигде-нибудь по афганскому Бадахшану трудно. Да, 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 да. Правильно. Потому что границу китайцы охраняются, а не изменения. А у нас 140 миллионов, мы получаем 75 тонн героина в год. А китайцы из 6 тонн перехватывают около 20 процентов. Мы же из этих 75 тонн перехватываем всего лишь 2 тонны 600. Это перехватывали до снятия таможенных постов с Казахстаном. Да. До таможенных союзов. Сейчас еще, кстати, я думаю, меньше. Ну, ладно, хорошо, последнее заявление Виктора Петровича Иванова, директора ФСКН. Вот 2600. Хорошо, из 75 всего лишь 3 процента. Вот скажи, пожалуйста, какая разница? Убери вот эти 600, но останется 72 тонны. Седаем мы 75 тонн или 72 тонны? Да разницы никакой. В таком случае, быть может, вообще взять и легализовать. Это будет... Нет, 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 только не легализовать, Петр, нельзя. Упаси Бог. Не надо из крайности в крайности. Для того, чтобы... Слушай, во-первых, я скажу, я буду депутатом Государственной Думы. Я, например, хотел поправки в закон об обороне, использованной армией для борьбы с наркотрафиками, как у американцев. Ну, слушайте, это тут есть комплекс других вопросов, которые почему-то, ну, наше руководство не хочет это делать. Вот как шли, так и иди. Хорошо. Но в таком случае надеяться на то, что за нас эту работу будут делать НАТО или американцы... Это было бы странно. Это было бы странно. Значит, это наша проблема, и мы ее должны решать. И как ее решать? Это и безвизовой режим надо поставить под сомнение, да? Надо ввести визовую режим. И задействовать вооруженные силы, которые дислоцированы в Центральной Думы для борьбы с этим явлением, да? То есть не пустить сюда этот поток. Когда поток сюда ввалился, я с тобой согласен. Бороться с ним мягко-голёчим трудом. Я на это смотрю. Я вообще на проблемы, свяженные с Афганистаном, стараюсь смотреть глазами афганцев. Сейчас, Петр, будет перерыв. Перерывом вернемся. Наш телефон 495-65-10-99-6. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю еще раз телефон наш. Код Москвы-95, телефон 65-10-99-6. Понятно, что сегодня все мы смотрим, что происходит на Украине. Там происходят страшные события. И мы как бы там присутствуем душой, головой. Сегодня же мы обсуждаем у нас в студии события в Афганистане. Вроде бы не связанные. На самом деле тесно связанные с собой. Потому что, как бы сейчас не наделать крупных ошибок военно-политического, военно-стратегического характера. Не пойти на поводу некого такого желания, что все хорошо, все и так далее. Поэтому анализ ситуации в Афганистане, и где бы мы ни были, проводя активную военно-политическую политику, для нас очень важно. Я еще раз напомню, у нас в студии Петр Гончаров. Человек, прошедший Афганистан в качестве советника. Эксперт по афганским вопросам. У нас сейчас, Петр, на линии в Сергей. Дадим нам, слушайте, вопрос. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Я по поводу вопросов наркотрафика. И теми бессмысленными, какими-то силами, которыми мы с ним боремся. Такое впечатление, что те, кто у нас наверху сидят, в этом искренне заинтересованы. Вот это ужасно, но мне представляется, что это так. Заинтересованы материально. Увы. Спасибо. Ну, я скажу, Сергей, вы ошибаетесь. Материально никто не заинтересован наверху. Я этот вопрос знаю хорошо. Наоборот, есть тот же Иванов, глава ПСК. Виктор Петрович, да. Который активно борется с этим явлением, да. Ну, понятно, что каждый может сделать то, что он может в рамках своих полномочий. Дело в том, что есть некоторые вещи, которые должны, в общем-то, приниматься, скажем так, на уровне руководства страны. Ну, какие такие вещи? Ну, вот есть дыра, да. Дыра называется, значит, я поясню в совершении Петра, афганно-таджирская граница. Это 1443 километра. Из них 900 километров, а точнее 861 километр 900 метров, извините, 600 метров, я ее везде, в долг поперек, так сказать. Это вот труднодоступный район на Памире, город на Бадахшане, да. Значит, и, собственно, оттуда и вот идут в основном наркотики. Потому что узбекско-афганская граница, Петр, ты помнишь, по Амударье, в районе Термеза, 170 километров. Я помню, когда я первый раз приехал в 80-х годах в Термез, увидел пограничников этих, моряков, моряков в Термезе. Это было очень, так сказать, ну, там более-менее легко его, которые... А у нас вот это 900, и еще 900 километров Афгана-Туркменская граница. Ну, это у нас в Туркмении, слава богу, визовой режим, хотя тут тоже... Ну, хотя в Туркмении, это вот та и есть, там самые черные дыры. Да, и там тоже черные дыры, но там хоть визовой режим. Да, да, мы просто не знаем, ну, там с ней визовой режим. Но мы и не знаем, что происходит на Памире, откуда к нам идет, из которого со стороны у нас безвизовой режим. Ведь тут несколько проблем, которые надо решить, чтобы поставить в наркотрафик, значит, исчезли. Да, и еще, Семен, еще есть еще, в общем-то, и Виктор Петрович, Иван, но в несколько раз говорил по поводу несовершенства нашего закона, внутреннего закона по борьбе, вот там что-то было там, сколько я уж не помню, вот этих самых... Вот когда мы можем, могут наша полиция или сотрудники ФСКН, вот человека арестовать за... Петр, я скажу, что надо решить несколько стратегических задач. Из опыта борьбы с этим явлением во всем мире. Первое. Нельзя иметь безвизовое режим с государствами, откуда поток идет. Это полная нонсенс и вообще более чем странная вещь. Когда из Таджикистана по несколько десятков раз в год совершает вот эти вот челночные рейсы, и для него все это сходит с рук. Второе. Есть опыт, например, американцы активно используют вооруженные силы. У них, я как-то несколько лет назад, наверное, было 17, кажется, законов, разрешающих применение войск от Объединенного комитета начальных штабов до Национальной гвардии. Они активно используются для борьбы с кокаином, да, в Голумбии. У них повысился перехват наркотиков на 37% с кокаином. Мы, имея там войска, я вот пытался, чтобы в закон обороне был внесен поправка войска на наркотрафику, и, ты знаешь, не получилось. А в ответ тишина. Я прям с трибуны говорил, вот кто у них выйдет, стыдил, я не буду фамилию назвать, чуть ли не оскорблял там, чтобы спровоцировать, вытащить вопрос. Не выносили, потому что контраргументов нет, просто нельзя, да, если, ну, алюминий, да, вот так, да. Вот причины в чем. Без принятия подобных стратегических решений мы можем иметь головную боль с тем же Афганистаном. Вроде мы оттуда ушли, 4 тысячи километров от Кабула до Москвы плюс-минус, да, а проблему мы до сих пор имеем. Слушайте, может быть, пора, значит, вести какие-то серьезные изменения в этом плане. Нет, мы стараемся все это дело решить через Совет Безопасности ООН, мы стараемся уговорить Совет Безопасности ООН, чтобы... Петр, не надо уговаривать ни НАТО, ни Совет Безопасности ООН, ни американцев. Спасение рук утопающих в руках самих утопающих. Правильно, ну, хорошо, а почему же мы тогда стараемся все это решить через Совет Безопасности ООН? Ты меня спрашиваешь? Да, а у кого же? Как, это я у тебя тоже спрашиваю, ты у меня сегодня в гостях и эксперт по Афганистану. Он однажды в сердцах заметил, если вы не в состоянии решать, то давайте в таком случае мы будем силовыми методами решать. То есть мы, это вот те страны Центральной Азии, в том числе и Россия, и, в общем-то... Каким силовым? Ну, в общем, просто... Ну, что, подназови, как? Ну, хорошо, механическое уничтожение вот этих самых полей. Кто будет уничтожать? А? Кто? Мы... Мы что, войдем в Афганистан? Минуточку, минуточку. Американцы в Колумбии уничтожают поля. Они уничтожают не механическим способом, а дефолиантами. Ну, хорошо, давайте дефолиантами. Кто мы? Мы не находимся в Афганистане. Так нет, а... И не дай бог, нам больше не надо туда входить. Хорошо, а в таком случае как ты думаешь решать эту проблему? Я еще раз сказал, жесткий визовой режим с государствами является транзитерами афганских опиатов. Официальный дократ Управления ООН по борьбе с наркотиками и оргпреступности от 2009 года названы три страны. Узбекистан, Таджикистан и Киргызстан. А у нас с ним безвизовой режим, а некоторые люди вообще у нас в правительстве говорят, да давайте в таможенный союз их вовлечем, особенно киргизицы. Бред полный, слушайте. Это первое. Второе, если есть там войска, мы должны привлечь это войска к этой борьбе. Переместив некоторые подразделения, не в сторону туда, на Хатлонской области границы, а в сторону в Горный Бадакшан переместить надо. Но туда нас не пускают. И уж не говорю о том, что в 2005 году было принято крайне неверное решение о выводе российских погранвойск из Таджикистана. Ну, когда находились там наши погранвойска, я что-то особо не почувствовал, что ситуация в борьбе с наркотиками, с наркотрафиком, она улучшилась как-то заметно. Объем был несравненный. Ты что, был в десятки раз меньше. Десятки раз меньше. Я не идеализирую наши погранвойска, но перехват был никакого сравнения. Что-то, о чем ты говоришь. Ну, хотя да, хотя да, но в то время и производство, объем, объем производства был гораздо ниже в Афганистане уже. Ну, тут целый ряд, и перехват, ну, тогда, а потом, ну, когда мы охраняем, да, мы охраним свою безопасность. Когда за нас кто-то охраняет, а потом выясняют, что там родственники наркобаронов охраняют границу, ну, согласитесь, это вообще театр абсурда, да, и у нас никакой реакции на это нет, вот это самое плохое. Ну, то есть, что ты хочешь сказать? Еще проблема наркотрафика вообще. Значит, вот смотри, у нас сегодня для нашей национальной безопасности, с точки зрения экстремизма, и на фоне событий на Украине, где, кстати, присутствует ряд радикальных группировок, то есть религиозного характера, прибывших извне Украины, два момента. Первое, это сирийская проблема, где по некоторым сотням, а по-другим, на тысячи наших так называемых соотечественников воюют в рядах исламского государства Ирака и Леванда, Джахпада, Нусра, радикальных оккупировок, и которые вполне в случае необходимости могут оказаться здесь, да. Так они и оказываются. Значит, визовой режим с Турцией облегченный, а плюс со странами СНГ, граждан, которых тоже там нет, это вот опасность, страшная дыра, да. И вторая дыра, это центрально-азиатское и афганское направление, где также есть исламское движение Узбекистана, союз исламского джихада, исламское движение Туркестана и так далее, и так далее. И они все присутствуют здесь. Салафия, это, ты знаешь, таджикская такая, Акрамия, они все здесь, Таблиги Джамаат, исламская партия, извините, Хезбет-Тахрера-Исламия, Атакфирова-Оль-Хаджирам. Не продолжать дальше, нет? Да не надо. Не надо. И плюс наркотрафик. А что за наркотрафик? Ты еще иду, вспомни исламское движение Узбекистана. Я вспомнил, я вспомнил, первое название, исламское движение. Значит, и плюс наркотики, наркотики это деньги. Давай честно, откровенно, если мы кого-то спросим, а сколько доход от наркотиков идет в этим экстремистическим группировках? Интересный вопрос, правильно? Да. Не думаю, что он мимо идет, правильно? Он же идет на подпитку, и мы, это для нас, национальная безопасность. Нельзя, вон на Украине господин Янукович искренне полагал, что он дальше будет рулить, пока им не заинтересовались, и этой страной не заинтересовались, и не спровоцировали то, что, как только спровоцировали, вылезло все. И вот как бы у нас все это не вылезло. Поэтому надо сейчас и думать и об этом вопросе. Наша национальная безопасность важнее национальной безопасности всех наших псевдосоюзников, в том числе Центральной Азии, а самое главное, в том числе карманов некоторых наших больших руководителей. Семенович, ты когда сказал, что все это вылезло по поводу Украины, все это что? Слабые места или какой-то компромат в отношении? Нет, не компромат. Потому что на той же Украине, что для кого-то тайно, что ли, в Крыму вообще работала работа Хезбут Тахрера Исламии. Нет. Что для кого-то тайно, что с территории Украины в Сирии воевалось выше 500 человек, граждан Украины. А сейчас возвращаются. Это что? Пока не было необходимости, все было в таком состоянии, какой было. Как только возникло необходимости, все это оказалось на этой самой площади. Сейчас убивают наших товарищей. Бойцов Беркута, сотрудников ФНД Украины. Я сейчас с болью смотрел, как убитого человека снимают ботинки, эта мразь бандеровская. И так далее. Вот это нам надо делать уроки. Это все взаимосвязано. Опыт Афганистана, Центральной Азии, Ближний Восток, Украина и так далее. Мы огромная страна, обладающая колоссальными ресурсами. Если мы думаем, что нам дадут спокойно жить дальше, мы будем проводить какие-то мероприятия, все говорят, какие вы хорошие. Сильно ошибаетесь. Мы более интересная страна для Запада, для других стран, чем кто-то либо. И нас надо разорвать на кусочки, и чтобы поделив, проглотить это. А для этого надо использовать колбарционистов. Что, у нас их мало, что ли? Навальный, что это такое? Выпускник Ельского института, нам его навязывают в какие-то лидеры. Ну, еще хуже, чем на Украине Кличко. Боксер, Верховная Рада и в президенты. Слушай, у него извилины в голове две прямые, сбитые. А нам еще, блин, сейчас Навального, которая высшая должность была, внештатный советник губернатора Кемеровской области. И нам говорят, о-о-о, мэр Москвы, а потом и президент. Или Немцова, заворовавшего наглого деятеля, блин, да? Или господина бывшего министра финансового, а потом премьер-министра этого Чудика, как его бы, Касьянова, да? Вот они, давайте регистрировать их. Слушайте, уважаемые, делайте вид, что происходит. Сейчас на Вальчата вот эти, вот эти сопляки, которые никогда ничем серьезно не занимались, будут рваться в Мосгордуму. Мы посмотрим, что они там нашему мэру Москвы какие сюрпризы окажутся. Зачем это делать? Надо четко понять жесткую принципиальную государственную политику. Эта мразь должна в зародыши подавляться. Если мы хотим, скажем, великую империю, великое государство, а не подставляться. Семен, я... И поэтому нам оценка по Афганистану очень важна. Мы делали правильно, все делали правильно, войска ввели правильно, воевали правильно, все делали правильно. Никаких сумасшедших дедов у нас не было. У нас было КГБ СССР, Первое Главное Управление, ГРУ Генерального Штаба. Все это работало и действовало. Это было великое государство, правоприемник, которым мы с тобой являемся. Наша Россия. Все, что есть у нас плюс, и благодаря... Почему мы великая держава, это благодаря наследству Великого Советского Союза. Поэтому отсюда и оценка наших действий в Афганистане. Да, ну, безусловно, там у нас не все там было правильно, были какие-то ошибки, были какие-то просчеты, а, собственно говоря, их никто не избегает. И сегодня США и НАТО... Субтитры сделал DimaTorzok.